Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию, надеюсь все еще в вами любимой рубрики веселое объявление о втором. Это та самая рубрика, в которой мы смотрим различные объявления с тачками, которые прямо сейчас продаются, да и конечно же это не просто какие-то машины, а это интересные экземпляры, необычный тюнинг, подозрительное объявление, ну в общем все самое интересное, что прямо сейчас продается. И друзья, как вы поняли по названию серии, сегодня нас ждет Бугатти, который прямо сейчас продается за 2 миллиона рублей. Ну и не только он, поэтому я предлагаю приступать, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, погнали. Да, друзья, я тоже, если честно, подумал бы на Широн или Вейрон, но, к сожалению, не только такие Бугатти существуют, а есть еще Бугатти Type 55, например, который 1932 года и он продается действительно за 2 миллиона рублей в Краснодаре. И что-то, знаете, если честно, ничего не понятно, потому что я сразу скажу, что я вообще вот по тачкам из 30-х, 40-х, там 50-х, 60-х, да даже некоторых 70-х годов вообще не шарю, поэтому, ну, я уже загуглил, да, что такой Бугатти есть. А, действительно, он в те годы выпускался, но даже если верить фотографиям на, ну, в объявлении и в интернете, то, по-моему, все-таки есть какая-то разница между ними. Поэтому я предположу, что это, скорее всего, кастом, ну и плюс ко всему, знаете ли, Бугатти 1932 года, просто сам по себе, мне кажется, не стоил бы 2 миллиона рублей. Ну, типа это мало, наверное, все-таки, все-таки Бугатти. И, кстати, интересный факт, что если мы откроем сейчас все Бугатти, которые прямо сейчас продаются, мы увидим, что этот Бугатти один. То есть сейчас на данный момент не продается ни один Вейрон, хотя были моменты, когда Вейроны выскакивали на продажу, но сейчас вот действительно один-единственный в России Бугатти, вот этот Type 55, про который нет вообще никакой информации, кроме как то, что написано, восстановлено в 2019 году. Но у меня такое подозрение, что это все-таки какой-то кастом, но я могу ошибаться, потому что, может быть, действительно это оригинальный Бугатти Type 55, который восстановили, и как бы вот он, пожалуйста. Так что, друзья, Бугатти за 2 миллиона это не сон, это реальность, как говорится. Но, в принципе, если там как-то, да, сравнивать с картинками из интернета, то весьма похоже, конечно. А то, что приборы от шестерки, это нормально, да, в принципе. То есть не особо важно, как бы, что там тахометр, спидометр, датчик, топливо. Но зато Бугатти. Короче, не знаю, друзья, что это, информации никакой особо нет, но, по крайней мере, это вот, вот, как бы, почти, почти Type 55. То есть теперь я с уверенностью могу все-таки искать, потому что, ну, приборы от шестерки Бугатти 32-го года сложно. Но, друзья, вот такой вот аппарат продается, и как бы 2 миллиона рублей за Бугатти Type 55. Жалко не за Широн, жалко не за Верон. Ну, а мы идем дальше. Друзья, ну, а теперь на очереди очень, очень неликвидная и очень редкая тачка для России, по крайней мере. Да и в целом, в мире, мне кажется, они тоже не сильно пользовались спросом. Ну, конкретно Saab, конечно, пользовался спросом, но именно Saab 97X, то бишь внедорожник от Saab, мне кажется, все-таки это редкость вообще, в принципе, для любого уголка планеты. Хотя я могу ошибаться, конечно, может быть, где-то он и пользовался спросом, но в России, я честно вам скажу, что я знал о существовании этой машины, но никогда ее, блядь, не видел. То есть мне казалось, что их в России просто не существует. Но вот даже в продаже можно найти в Новосибирске продается тачка, и если верить отчету, здесь показан регион 178, то есть на учете она ставилась в Питере. Ну, давайте посмотрим, что же это за чудо такое. В общем, друзья, действительно, Saab выпускал и кроссоверы, и внедорожники. Это, типа, самая большая версия 97X, так скажем, да, полноразмерный кроссовер, внедорожник. Руль, ну, прям, блядь, пиздец, как напоминает руль Chevrolet. Ну, то есть тут прям даже не скрыть этого. То есть из того времени Tahoe, то есть вот как раз там 2005 года, ну, просто он же только с эмблемой Saab. Ну, приборка на Saab'овский стиль такая, в принципе, классическая, большой рычаг КПП. Ну, знаете, я не скажу, что он как-то выглядит, блин, ну, на самом деле он очень похож на Tahoe, действительно, того времени. Только вот реально с такими закругленными какими-то элементами, фары в стиле Saab'а тех времен. Но, блин, Trailblazer, Tahoe, вот это вот все как-то проглядывается вот все равно, да? Да? Чувствуете тоже. Наверное, я не один вижу что-то схожее. Ну, друзья, ну, все-таки вот самое интересное, да? Я совершенно забыл, я должен был с этого начать, друзья. Здесь стоит 6-литровый атмосферный мотор на 390 сил. 6 литров. Просто 6 литров Saab'а. Ну, в общем, тут есть описание, что, как бы, за последние 8 месяцев вложено более 500 тысяч рублей. Ну, я думаю, что здесь очень много, как бы, все похожего по запчастям, опять же, с тех же Chevrolet. Поэтому, как бы, с этим проблем нет. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что обслуживание в целом, Saab 97X в России, это такое дело, знаете, не самое простое. Но, тем не менее, вообще, сколько их вообще продается вообще? Сколько их просто сейчас продается? Мне просто... А, нифига, 3 аж! Честно говоря, это прям много, я считаю. Потому что, реально, учитывая, что, блин, это очень редкая машина. Это просто пипец, какая редкая тачка. Но они действительно есть. Так что, друзья, напишите в комментариях, честно, кто не знал, что существует такой Saab. Мне просто интересно, ну, действительно, это машина, о которой, в принципе, возможно не знать. Потому что ее просто, ну, как бы, где ее можно встретить? Откуда о ней можно узнать? То есть, в играх она там никаких, ее, как бы, таковой не было. В жизни, я думаю, что, как и я, вы тоже ее не встречали. Ну, то есть, это где-то либо из статей, или еще что-то. Ну, в общем, друзья, вот такой вот Saab существует. И даже катается где-то у нас в России, в каких-то городах. А мы идем дальше. Ну, что, друзья? Мне нечего говорить, просто лонговая Волга. ГАЗ-3105 2006 года, который в длину 6 метров. Да. И, если верить описанию, если верить описанию, то... 3105.5, лимузин, длина 5,5 метров. А, ну, на картинке написано 6. Оказывается, 5,5 все-таки. Ну, хорошо. Эксклюзивный автомобиль, лонг-версия, завод, всего выпущено 60 штук. 20 штук в 2006 году и 40 штук в 2004. Ну, то есть, ребят, если верить описанию, эта тачка действительно выпускалась в таком виде с завода. И, кстати, если смотреть вот с этого ракурса, не сразу можно заметить, что она длинная. Я думаю, что вживую это, конечно, выглядит прям отчетливо. Отчетливо понятно, что это лонговая версия. Ну, с этого ракурса тоже все понятно. Как бы реально задняя дверь побольше. Да и не только задняя, кстати, передняя тоже длиннее. То есть, тут не только за счет задней двери, я так понимаю, она удлинена. А еще и, ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что передняя дверь на обычной Волге поменьше. Это тоже лонговая? Или это обычное сравнение? Ладно, непонятно. По-моему, это обычная для сравнения, а вот это лонговая. Ну да. Блин, по-моему, да-да-да, передняя дверь тоже длиннее. Ага. Да, потому что... Да-да-да-да-да, передняя дверь тоже длиннее. Опять же, очень не хватает фотографий, я считаю, что с открытой дверью. Потому что интересно посмотреть на пространство. То есть, типа, сколько его там. Потому что так-то видно, что тачка действительно длиннее, чем обычная Волга. То есть, лонговая версия. Но, блин, можно было дверку бы открыть и, ну, показать, как там вообще... Что, как расположено, насколько там много места, было бы интересно. 279 тысяч рублей продается тачка в Челябинске. Так что, друзья, лонговая представительская Волга по доступной цене, между прочим. А мы идем дальше. Друзья, ну и напоследок тачка, которая заслуживает внимания. Потому что это ВАЗ-2107. Она же просто семерка, которая в свое время принадлежала Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Да. Вот сейчас она продается. Указано, что это 94-й год. 26 тысяч километров пробега. И, как бы, продается за 700 тысяч рублей. Хотя, по состоянию не могу сказать, что прям коллекционная какая-то. Но просто семерка, которая относительно хорошо сохранилась. Но есть уже там моментики, да. Тот же бампер может было, на самом деле, отмыть. Он не в таком же плохом состоянии. Просто его даже, ну, надо как-то привести в порядок. Там жучки вон на капоте, на двери там тоже что-то видно. Но, в целом, ну, салон, по-моему, не очень чистенький. То есть, можно было, мне кажется, немножко подготовить тачку к, так скажем, продаже. Руль, друзья. Блин, как я любил... Вот это на самом деле мне... Вы помните, да? Я не знаю. У меня сразу этот руль ассоциируется. Он в большинстве случаев встречался на всяких... Вот, например, ловишь такси попутку где-нибудь в 2008 году. И обязательно останавливается семерка, шестерка, пятерка. И сидит таксист с таким рулем. Это прям классика жанра. Бля, я фанател, помню, по этому рулю. Мне так нравился. Я казался, что более спортивного руля просто не придумать. Магнитолка, кассетная. И, кстати, если еще вглядываться в мелочи, то спидометр-то в милях. То есть, это экспортная какая-то версия. Ну и, друзья, на последней фотографии, так скажем, часть ПТС, где видно, что действительно вот указан Медведев Дмитрий Анатольевич. Так что эта тачка действительно ему принадлежала. И написано, что хранится в Зеленогорском музее ретроавтомобилей, куда был передан следующим владельцем, у которого хранился в гараже. То есть, какое-то время тачка стоит, так скажем, в коллекции. И в Зеленогорске это под Питером, недалеко совсем. Так что, вот такая вот интересная тачка, которая... Блин, только номера, смотрите, 178-й регион. Интересно, какие-то... Я как обычно в своем стиле. Какие на ней номера стояли в то время? Блин. Реально. Вот историю номеров бы на этой тачке, мне было бы интересно посмотреть. Ну, то есть, 178-й регион. Буквы мы не видим. Ну, короче, эта машина ставилась на учет уже после 2011-го года. Потому что в 2011-м году... В 2010-м появился 178-й регион. Блин, интересно, какие номера здесь могли стоять. Ну, ладно. Так что, друзья, на этом будем заканчивать. Вот такая сегодня интересная подборочка. Огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится эта рубрика на моем канале. Подписывайтесь на канал, что тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok